Ну вот, кстати, пожалуй, самое привлекательное место Павловского парка в конце лета и в начале осени, как сейчас, это садоводство Боды. Его основательницей считается императрица Мария Федоровна, которая серьезно увлекалась ботаникой. Сегодня, кстати, в садоводстве по-прежнему можно любоваться редкими растениями. Их здесь более 200 видов, в том числе старинные сорта, которые, прямо скажем, редко где увидишь. В Швурайском уголке среди потрясающих красок и ароматов оказалась наша коллега Екатерина Скрипцова. Катя, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Санкт-Петербург. Мы начинаем его садоводство Боды в Павловском парке. Здесь в завершении теплого сезона специалисты подводят итоги сбора урожая. Как удалось ли взрастить новые культуры, как развивались традиционные для садоводства сорта растений, нам расскажет Надежда Шипакова. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, довольны ли вы, в принципе, результатами этого сезона сбора урожая? Мы очень довольны. И прежде всего им довольны наши посетители. Нас порадовали все исторические сорта, даже капуста, которая не просто была расти в такую жару. Все восхищения от артишоков и от других культур, от резиды душистой. В этом году вы засаживали не только уже традиционные для садоводства растения, но в том числе и взращивали и новые. Одно из них – это скобиоза, который находится прямо перед нами. Расскажите подробнее, в чем уникальность этого растения. Это растение мы выбрали потому, что оно такое, с одной стороны, кажется таким скромным, но оно очень нежное. У него красивые одиночные цветы, как вы видите. Но оно не только красиво, но и полезно. Оно выращивалось и выращивается для лечения разных недугов, включая кожные заболевания, простуды, заболевания легких. А кроме того, оно еще прекрасный медонос. И посетители, приходя, любят очень фотографировать это растение, когда на нем сидят пчелки или шмели. Ну и еще одна новинка этого лета – растение сладкое не на запах, но на вкус. Липия сладкая. Расскажите подробнее об этом растении. Да, это действительно удивительное растение, выращенное нами из семян. Даже если на него посмотреть, то оно еще до сих пор в такой декоративной, прекрасной форме. И почему оно известно еще с 16 века в Европе. Используется как природный подсластитель. По эффекту оно даже лучше, чем стевия или медовая трава. Особенно полезно для тех, кто болеет диабетом. И также оно можно использовать для чайных церемоний. И что удивительно, это растение может выращиваться, как в домашних условиях, прекрасно растет. И мы знаем, что липия слаще сахара в тысячу раз? Да, это правда. Но даже дело не в том, что оно слаще. Дело в том, что оно полезнее, может быть, в тысячу раз. Потому что достаточно оторвать всего лишь один маленький листочек, чтобы удовлетворить потребность в сахаре и получить пользу для организма. Особенно это растение полезно для людей, которые страдают сахарным диабетом. И что самое интересное, оно менее приторно, чем стевия, медовая трава. И кроме того, его легко можно вырастить самим из семян в домашних условиях. Благодарю вас, Надежда Валентиновна. Ну, а я в свою очередь напомню, что двери садоводства Боды открыты для посетителей. Прямо сейчас здесь выращивают больше 280 видов растений. И наблюдать все это разнообразие можно вплоть до октября, пока погода сохраняется теплая, прекрасная и приятная для прогулок.